Девушки отдыхают 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 пассажир авиалайнера Турсунбаев, предварительно съев в аэропорту кусочек дыньки. Изучив богатый опыт украинских реформ, Дейл Корнеги специально для Украины пишет новую книгу «Как развести друзей». Если один мужчина купил килограмм клея, а другой 10 тонн, у второго намного больше шансов склеить девушку. Говорят, минута смеха продевает жизнь на 15 минут. Ну это смотря над кем смеетесь, может и сократить. Копишь, копишь на ломборджине и айпад, а потом бац, не сдержался и купил себе кока-колу и сникерс. В мире интересного. 49% несчастных случаев происходит после фразы «Посмотри, как я могу». И 51% несчастных случаев происходит после фразы «Фигня, посмотри, как надо». В соседней России после переименования милиции в полицию героя знаменитого стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер» следует теперь называть «Дядя Штефан – полицай». Плакат на пляже в городе Сочи. Уважаемые отдыхающие, просим не играть в карты с местными, они знают прикуп. Коля каждое утро приносила мужу кофе в постель, потому как, если она не успевала, утро начиналось с пива. «Это курем насмерть», говорила тётя Дуня, подсыпая коноплю в пшено. Коля, а представь себе, вокруг тебя зелень, капуста, бабки. Люся, я сказал, на дачу не поеду. «Детям до 16 лет слушать, как заводится Запорожец, строго запрещено». «Объявление утерян мобильный. Нашедшего очень прошу стереть файл под названием «Я и Толик первый раз». «Бужики, запомните, чтобы заставить проктолога плакать, достаточно спросить у него, кем он мечтал быть в детстве». «Беседует два врача. Ты знаешь, такая неприятность. Недавно умер больной, которого я лечил от язвы, а вскрытие показало, что у него рак. Второй говорит, «Это что? Вот я недавно лечил одного больного от желтухи, оказался китаец». «Слушай, Танька, а муж твой случайно раньше времени из командировки не приедет? И не надейся». «По пьяни на даче мы желудку 100 гривенной бумагой зародили. Так у тёщи палец ломан». «Вот говорят, что в Лондоне самые густые туманы. Был я в другом городе, не в Лондоне, так там туманы ещё сильнее». «А в каком это городе?» «Такой был туман, что не смог рассмотреть, что за город». В психушке пациент показывает врачу свой рисунок и говорит, «Видите, как тут коровка травку кушает?» Врач говорит, «Нет, травку не вижу». «Ну, правильно, потому что её всю коровка съела. Да я и коровки не вижу». «А какого чёрта ей здесь делать, если травки нет?» «Мужик так с бодуна просыпается, так о, дорожащими руками водочку, наливает стаканчик себе, так поднимает глаза, а у него надпись на стене «Завтра не пью». «А слава Богу, что не сегодня». «Друзья мои, друзья мои, мечтаете станцевать на сцене Большого театра? Могу устроить за небольшую сумму ночью». «Я опоздала на работу, потому что утром мне пришлось перелезать через мужа. Я и задержалась немножко». «Кстати, а вы знаете, что нудисты играют в карты на одевание?» «Друзья, если вы купили часы без коробочки, документов, ну и браслетик немножко в крови, вполне возможно, что они настоящие». «Страусы бывают двух видов – серые и голубые. Серые прячут голову в песок, а голубые только этого и ждут». «Криминальные новости. бабушку, которая для привлечения постоянных клиентов подсыпала в семечки кокаин, выдали голуби, которые сидели рядом и обсуждали экономику Финляндии». «Сема, вот я на тебя смотрю и вижу, что ты как графин. В тебе литр водки, а ты все стоишь». «Опять же объяснительное. Значит, у нас подъезд выкрасили очень плохой краской. Я вчера вышел и вступил ногой в эту краску. Пока я ее отдирал, я вступил второй ногой и ее отодрал. Потом вышла соседка, и пока я ее отдирал, я ей опоздал на работе». «А я вам скажу, ребята, что беда никогда не приходит одна. Она приходит вместе с участковым и говорит, «А, зятек, а я ведь тебя предупреждала». Начальник по борьбе с наркотиками уже четвертый год не может соскочить с этой должности». «А мне вот что интересно стало. Все врачи в мире считают алкоголизм болезнью. Но ведь ни одна сволочь не выпишет больничный». «Здравствуй, папа. Здравствуй, сынок. Это Полина. Это девочка, которую я люблю. Я буду любить ее всю жизнь. До конца дней своих мы с Полиной поженимся и будем жить в этом доме с тобой. У нас будет много детей, а ты будешь счастливым дедушкой. Само собой, сынок, я желаю вам счастья. Сыночек, можно тебе на секундочку? «Да, папа». «Слышишь, пацан, ну, конечно же, утром коза это уберется же, да? Ну, само собой, ботяня, о чем речь? Колян, а я вчера слышал песенку про насекомое, которое одновременно является наркоманом и зэком. «Ты гонишь». «Нет, точно?» «Смотри, как я должен это понимать?» «В траве сидел кузнечик». В Харкове працюють аси. Їх сосиски та ковбаси вже сто років аж донині найсмачніші в Україні. Їхня докторська ковбаска як та пісня дивоказка. Смак такий, скажу вам прямо, наче готувала мама. Як завжди кладуть ось це. Молоко, горіх, м'ясце від коровки та свині гемонима. Ні-ні! А московської такої я в Москві не смакував, а столичною в столиці так ніхто не готував. Вищий сорт ковбаси з Ка роблять люди з ХМК. Ми бажаємо вам з любов'ю, щастя, довгих рік, здобов'я. Підстриже вас наш талісман і заправить наш талісман, дасть машинку покататись талісман. Ось такиві наш талісман, нагодує і напоїть талісман, то ж заходь ты в наш талісман. Все, що вкусне і сладке во всякій семье приходиться детям. То, що чуть-чуть похуже, ми терям. Але уж зовсім горьке і противне, таке, що навіть закусувати приходиться, традиційно приходиться на долю отців. на завтра открылся салон нічого. А де брали таке хороше лобио? А я вам так скажу, не только у женщины, но і у мужчины должна быть загадка, а то сразу женат, не женат. отец портной обращається до моєго сіна. Сынок, йдем в мастерську ко мне, йдем. Тут шьют, йдем тебе в закоулочек.